Новый день! Встречаем вместе! Традиционно для начала немного о погоде. Во вторник на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность, возможные осадки в виде дождя. Столбики термометров поднимутся до 28 градусов тепла, ветер северо-западного направления скоростью до 7 метров в секунду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году можно проследить весь творческий путь художника. Гости галереи также могут познакомиться с описанием сюжетов и историей создания произведений великого Ван Гога. А в библиотеке имени Герцена открыта выставка творческих работ сотрудников гомельских библиотек. С ней могут познакомиться все желающие. На выставке под названием «Мы талантливы» около 150 работ. Это предметы интерьера, игрушки, самые разные открытки, картины и многое другое. Посетить выставку можно до 30 июля. Вход свободный. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Народный театр, студия «Классик» и студия современной хореографии «Тандем» представят гомельчанам спектакль с элементами хореографии. Три жизни Айседоры Дункан. Действо развернется вечером 9 июля под воздушным шатром площадки грота Дворца Румянцевых и Паскевичей. Используя танец, слово и живые скульптуры, актеры поведают о жизни и любви великой танцовщицы Айседоры Дункан. Начало спектакля в 18.00. В областном центре готовят ретро-проект коллекционера из Гомеля Жанны Малышенко. Олимпиада 80. Взгляд через 40 лет. Проект будет представлен в картинной галерее Гаврила Ващенко. Он возвращает в Москву 1980 года, окунает в атмосферу летних Олимпийских игр. На выставке предметы из частной коллекции. Это самые разные вещи, хранящие отображение того знаменательного события. Среди них календари и открытки, игрушки и сувениры, одежда и аксессуары. Окунуться в 80-е поможет и импровизированный уголок советской квартиры. В нем можно присесть в старое кресло, полистать журналы за 80-й год. А дети смогут поиграть в настольные спортивные игры СССР, попрощаться с Олимпийским Мишей, который готовится к полету на воздушных шарах. Открытие выставки 9 июля. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Включайте телеканал «Беларусь 4 Гомель» в 20.25. Не упустите хорошую возможность. Приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. К другим интересным новостям. Парижский Лувр снова открыл двери для своих гостей. Для посещения откроется 70% экспозиции. Доступны будут залы с самыми знаковыми предметами культуры и искусства. А для юных посетителей музей подготовил специальную программу бесплатных ознакомительных экскурсий. В целом, дирекция музея планирует скорректировать проекты, сделав их доступнее для более широкой аудитории. Ожидается, что ежедневно музей будет принимать до 10 тысяч человек. Анимированные стикеры и темные темы для приложения на компьютере. Вышло большое обновление мессенджера WhatsApp. А с ним пользователи получили целый ряд новых функций. Они будут доступны в течение следующих нескольких недель. Это анимированные стикеры, которые пока доступны только в бета-версиях приложения. Упрощенный способ добавления контактов по QR-коду и улучшенные групповые видеозвонки. Иногда устанавливать обновления на смартфон нежелательно. Как говорят эксперты, можно игнорировать некоторые новшества, которые нередко бывают сырыми. Вместе с тем установка качественного обновления позволяет устранить недочеты, мешающие нормальной работе устройства. Многие пользователи смартфонов держат на экранах до 100 приложений, хотя постоянно используют лишь несколько. При этом за неделю для 100 приложений появляется не менее 25 обновлений. И в продолжение темы специалисты рекомендуют не разрешать приложениям включать ряд их запросов. Во время установки приложений на смартфон не стоит забывать, что далеко не всем из них можно разрешать доступ к местоположению, камере и микрофону, контактам и СМС. Это снижает шансы вмешательства мошенников, так что когда будете устанавливать приложения, обращайте внимание на то, чтобы запросы не выходили за пределы функций самих приложений. Ученые планируют создать устройство для общения с домашними животными через вербализацию их мыслей. Поэтому не исключено, что в будущем люди смогут полностью понимать своих питомцев. Для этого специалисты разработают нейрокомпьютерный интерфейс. При создании специального аппарата применят несколько устройств для людей, не способных говорить. А цель всех этих наработок – оказание помощи прежде всего маломобильным гражданам. В крымской пещере Таврида ученые обнаружили зубы и ребро древнего носорога. Предполагается, что кости принадлежали молодой особи двурогого носорога. Его рост был около двух метров, а длина – три с половиной. Кроме костей и носорога нашли рог крупной антилопы, кости быков, фалангу саблезубого тигра. Эту пещеру ученые нашли в 2018 году при строительстве трассы. Ее длина – более одного километра. А начала формироваться она, по мнению археологов, около пяти миллионов лет назад. Ученые исследовали феномен щекотки. За него отвечают определенные структуры головного мозга. Щекотка досталась нам в наследство от далеких предков, которые при помощи этого ощущения реагировали на животных и насекомых. Однако о происхождении щекотки ученые спорят до сих пор. Кто-то говорит, что это рефлекс. И так человек реагировал на мелких, потенциально опасных представителей животного мира. В ходе эволюции этот рефлекс не исчез. По другой версии, щекотка – это побочный эффект, возникший при развитии центральной нервной системы. На этот вид прикосновения реагируют две зоны мозга. Та, что включает защитную функцию, и та, что отвечает за приятные ощущения. А вот сами себя люди пощекотать не могут. Объяснить это просто. Организм ожидает воздействия и реагирует, подавляя сигналы опасности. В Лондоне решили продать особняк в викторианском стиле. Он известен как семейный дом из повести «101 далматинец». Розовый трехэтажный дом находится в престижном районе. На его территории автор повести часто гуляла со своими далматинцами. Издание послужило источником вдохновения для создания этого произведения. Писательница поселила в этом доме главных героев книги. Говорят, что в особняке много свободного пространства. В нем 8 спален, несколько кухонь, кабинет и даже терраса. И в заключение выпуска немного о братьях наших меньших. Специалисты уверены, что порода собаки, ее размер и питание значительно влияют на количество лет в жизни питомца. Не секрет и то, что продолжительность жизни собак и кошек в среднем 13-15 лет. Ученые решили разобраться, обоснованно ли убеждение, что один год жизни домашнего питомца равен 7 годам человеческой жизни. Как оказалось, у этого предположения есть вполне определенные основания. И при должной заботе о здоровье собаки среднего размера, она способна прожить куда дольше. Независимо от возраста питомца, лучше своевременно получать рекомендации по уходу у ветеринаров. Кстати, они в свою очередь утверждают, что вакцинация, правильное питание и отсутствие стресса помогут четвероногому другу прожить долгую и счастливую жизнь. Новый день! С вами встречали Утренний Фрэш и я, Павел Михно. Новая рабочая неделя набирает обороты. Пусть она будет полна улыбок окружающих. Желаю вам только хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин